Сотрудники отдела кадров, какой был самый дикий случай увольнения в вашей карьере? У нас был работник, который каждый день отмечался на входе, а затем уходил домой. Он возвращался, чтобы отметиться на обед и после обеда, а потом снова в конце рабочего дня. Удивительно, сколько времени потребовалось менеджеру, чтобы это заметить. Один сотрудник отмечался на входе в сетевом магазине игрушек Toys R Us каждое утро, затем ехал на другую работу и возвращался через 8 часов, чтобы отметиться на выходе. Никто так и не заметил. Это происходило в то время, когда компания была в процессе банкротства и закрытия своих магазинов. Когда мне было 20, я работал на небольшом складе, где использовал старые карточки для отметки времени. Нужно было пробить на карточке время через красящую ленту. Я научился вскрывать замок на часах и вращать циферблат ручкой, изменяя время. С тех пор, когда мой начальник был в отпуске, а я оставался один, я приходил на работу, отмечался, открывал часы, прокручивал время на 8 часов вперед, отмечал уход и затем возвращал все обратно. Я прятал свою карточку на случай, если кто-то зайдет и шел домой. Меня так и не поймали. Я когда-то работал в компании, которая занималась разработкой программного обеспечения. Мы постоянно получали жалобы от руководства на то, что наша комната для отдыха была захламлена, а по утрам там оставался мусор из соседней кухни, поэтому мы попросили охрану пару раз зайти туда вечером, чтобы выяснить, кто устраивает там бардак. Однажды вечером охранники обнаружили молодую азиатку, которая пряталась в комнате для отдыха. Она не работала у нас и не говорила по-английски. Это было странно. Оказалось, что один из наших инженеров заказал себе жену по почте. Но фишка была в том, что он уже был женат. Не имея возможности привезти свою новую невесту домой, он поселил ее в офисе. Не знаю, где она пряталась днем, но ночью она явно пользовалась нашей комнатой для отдыха. Жалко эту женщину. У нас на работе была комната для личных нужд, которая предназначалась для вещей, которые нельзя было делать в туалете, например, для сцеживания молока или введения инсулина. У нас была одна женщина, которая внешне никак не показывала, что она мусульманка, например, не покрывала голову, ела свинину, пила на корпоративных мероприятиях и так далее. Но кто мы такие, чтобы судить? Она утверждала, что ей нужно молиться пять раз в день и делала это в комнате для личных нужд. Я не работал в отделе кадров, но мой кубикл был рядом. Однажды сотрудница попыталась зайти туда, чтобы сцедить молоко, но дверь была заперта. В компании любили посплетничать, и я слышал все, что происходило. Спустя час ожидания кто-то заметил, что компьютер мусульманки был неактивен больше двух часов. Дверь вскрыли, и сразу начались крики. Все были в шоке. На столе были вещества, а она спала в комнате. Процесс увольнения все равно затянулся из-за юридических процедур, и ее уволили только через несколько дней. Причем она продолжала приходить на работу в эти дни. У нас была очень добрая женщина из отдела кадров, которая очень заботилась об одном работнике, в хорошем смысле. Это был молодой эмигрант, которому отчаянно нужна была работа, ему было примерно 15 лет. Она подвозила его на работу, уговаривала начальство повышать ему зарплату, а иногда даже готовила ему домашнюю еду. Позже она выяснила, что он крал данные кредитных карт наших клиентов и снимал с них все деньги, из-за чего на компанию было написано много заявлений в полицию. Более того, этот парнишка воровал кошельки и сумки клиентов прямо на рабочем месте. За несколько месяцев были украдены сотни тысяч долларов. Когда этой женщине пришлось уволить воришку и сдать его в полицию, ее сердце было разбито. Его немедленно арестовали за множество преступлений и депортировали. У меня было нечто похожее на прежней работе в IT. Мы проводили инвентаризацию сканеров штрих-кодов. Все равно нужно было установить обновление на сканеры, и заодно мы решили провести их инвентаризацию. Мы нашли только треть от того количества сканеров, что должно было быть. Я ожидал, что часть из них может пропасть, но не так же много. Позже я нашел несколько сканеров в ящиках стола одного из коллег. Тогда я не придал этому значения, установил обновление и положил их на место. Но мы продолжали искать недостающие сканеры, и я нашел большую часть нашего инвентаря на продаже на ebay, проверив их по серийным номерам. Я сообщил об этом начальнику, он сказал закрыть дверь. И тут я понял, что разговор будет серьезным. Он сказал мне, слушай, ты ничего не видел, если хочешь, чтобы у тебя все было хорошо. Меня уволили через месяц. Я до сих пор не знаю, что там происходило, но оглядываясь назад, у нас многое пропадало. Я устанавливал мониторы, а позже видел, что старые мониторы снова стоят на месте. Я разгружал принтеры с грузовика, а потом они нигде не появлялись. Похоже, что этим промышляли мой коллега и начальник, но иногда мне кажется, что схема была намного больше. Много лет назад я временно совмещал обязанности менеджера отдела кадров и инженера по грани труда в одном из ныне закрытых магазинов розничной сети. В магазине продавали разнообразные взрослые журналы. Излишки этих популярных и быстро продаваемых товаров хранились в подсобке. В комнате была очень маленькая по тем временам камера. Однажды, просматривая записи с камер, я случайно увидел помощника менеджера, который пополнял запасы после закрытия. Затем произошло нечто странное. Он брал по одному экземпляру каждого взрослого журнала, открывал их на развороте с фото и раскладывал на полу. Вскоре на полу было около 15 журналов. Он ушел на минуту, а затем вернулся полностью голым. Затем он лег на журналы и начал кататься по ним. Но вы можете догадаться, что произошло дальше. На следующий день я встретился с ним и сказал, я должен сообщить, что в подсобке с журналами есть камера. Он встал, сказал, ну ладно тогда, и вышел из магазина. Я записал его в систему, как уволился по собственному желанию и не оспаривал его заявление на пособие по безработице, когда он его подал. В итоге я сразу предупредил следующего человека, который занял его место, что в этой комнате есть камера еще до того, как он прикоснулся к какому-либо журналу. Много лет назад я был IT-подрядчиком в одной крупной компании. В нашей команде было около 20 человек, и нас всех нанимала одна IT-рекрутинговая фирма. Оказалось, что один из моих коллег ранее был уволен из школы, где он работал учителем за аферу. Он уходил на места работы своих учеников, Таргет, Бестбай и так далее, и воровал у них кучу вещей в обмен на хорошие оценки. Когда это всплыло, выяснилось, что фирма не сделала проверку биографии ни для кого из нас. Компания, на которую мы работали, вызвала нас всех в офис и заявила, что теперь им необходимо провести проверки, и если у кого-то есть что-то, что он скрывает, то сейчас самое время признаться. Но никто не сказал ни слова. В течение следующих двух недель одного парня уволили за мошенничество с использованием почты, другого за нападение на бывшую девушку, еще одного за то, что его выгнали из армии за нападение на старшего офицера, а еще одного бывшего полицейского отстранили, как выяснилось, из-за того, что он был под следствием за якобы домогательство к несовершеннолетней на своем служебном автомобиле. Это был интересный месяц. Я слышал историю про парня, который использовал немаркированную машину компании, чтобы весь день заниматься доставкой в приложениях Uber Eats и DoorDash. Он проворачивал это пару лет. В итоге его поймали, потому что он использовал рабочий телефон для приема заказов, и его трафик данных оказался на порядок выше, чем у любого другого сотрудника компании. Если бы он использовал личный телефон, вероятно, он бы до сих пор так делал. Похоже, мой предшественник занимался чем-то похожим. Мы работаем на стройках и выезжаем на объект, за который отвечаем только если там что-то произойдет. В остальное время мы просто ждем. Так вот, этот парень просто занимался доставкой Uber Eats и DoorDash большую часть своей смены. Честно говоря, это, наверное, было бы нормально, если бы у него хватило здравого смысла делать это только во время наших довольно частых перерывов. Но мы работаем в парах, и этот чувак приходил на смену вовремя, все время пялился в телефон, а когда у нас появлялись задачи от мелких до крупных, просто бросал своего напарника и сваливал выполнять заказы по доставке, возвращаясь через час или около того. Бывало, что мы заканчивали работу на 6 часов раньше, и этот чел вполне мог бы и так зарабатывать кучу денег на доставке, оставаясь на связи. Но нет, этот парень был настроен практически не работать на основной работе. Что больше всего поражает, так это то, что на основной работе платили приличные деньги и не было каких-либо дополнительных расходов, но он все равно предпочитал одновременно заниматься DoorDash. Один сотрудник постоянно смотрел клубничку на рабочем компьютере, частично на виду у других людей. Его строго предупредили, чтобы он больше этого не делал. Он был отличным работником, но это явная причина для увольнения. Он сделал это снова, тогда за его столом установили камеру и сказали, что теперь будут за ним следить. И он сделал это еще раз, руководству не оставалось ничего, кроме как уволить его. Предыдущий начальник отдела кадров был нормальным мужиком, умный, дружелюбный со всеми, умел ладить с людьми. Он даже преподавал на последнем курсе в моем колледже, читал курс по модификации поведения и аномальной психологии. Затем его жена подала на развод из-за того, что он ее избивал. После этого он как будто слетел с катушек. Начал вызывать молодых симпатичных девушек из лаборатории в свой кабинет по внутренней связи. Говорил им, что одержим ими и предлагал оплаченные поездки на местные музыкальные фестивали. Обещал бесплатные вещества, что угодно. Все они отказались. Одна девушка получила приличную компенсацию. Естественно, его сразу же уволили, как только все вскрылось. Последние несколько лет он болтается по нашему студенческому городку, пытаясь переспать с любой девушкой, кто обратит на него хоть какое-то внимание. Очевидно, что он сидит на тяжелых веществах. Множественное обвинение в преследовании и нападении домашнем насилии. Ему запрещено появляться более чем в двух десятках местных заведений. Стало известно после нескольких случаев, что одна женщина постоянно разматывала туалетную бумагу с рулона в туалете, а потом коллеги видели, как она сворачивала ее и клала в свой шкафчик. В оправдании она сказала, что у нее нет денег на женские гигиенические средства. Ей ответили, что такие средства предоставляются и нет необходимости использовать столько туалетной бумаги. Мы надеялись, что на этом все закончится, но она снова взялась за свое. На этот раз она заявила, что использует бумагу для перевязки ран, так как не может позволить себе марлю или бинты. Ей снова сказали, что она может взять все необходимое в аптечке. Однако это снова повторилось, и тогда она призналась, что просто любит воровать вещи. После этого ее уволили. Одна сотрудница отдела продаж распечатала на офисном принтере предложение о работе от прямого конкурента и забыла его там. Она явно не отличалась особой сообразительностью. Ее доступ ко всем рабочим ресурсам был моментально заблокирован. Кроме того, она попыталась скачать всю клиентскую базу и отправить ее как вложение с рабочего почтового ящика на свою личную почту. Все это произошло в один день. Однажды мужчина проходил собеседование на должность инженера в нашей компании. Поскольку он был из другого штата, он прилетел накануне. В два часа ночи в день собеседования телефон менеджера по кадрам зазвонил. Это был кандидат, который попросил вытащить его из тюрьмы. Оказалось, что его арестовали за драку с девушкой по вызову в кустах в парке. У них возник спор по поводу оплаты за оказанные услуги. Уволен еще до того, как был нанят. Я не из отдела кадров, но однажды моя коллега устроилась работать к конкурентам и при этом так и не уволилась от нас. Она много ездила по работе и ей удалось совмещать обе должности несколько месяцев. Все продолжалось до тех пор, пока один из клиентов не упомянул, что слышал, будто она ушла из нашей компании и спросил, кто теперь будет его сопровождать. Это, как ни странно, стало довольно распространенным явлением после пандемии. Я работаю удаленно в консалдинговой компании, занимающейся продажами и маркетингом. Большинство наших инженеров-программистов также работают удаленно. В 2022 году мы наняли одного парня, который явно не выкладывался на проектах. Тем не менее, его оставили, так как у него был определенный набор редких навыков, которые были нужны для специфических клиентских проектов. Однажды, вскоре после его найма, я проводил встречу и он присоединился. В самом начале он забыл выключить микрофон и я услышал, что на фоне идет другое совещание, как будто на другом устройстве. Я был сбит с толку, несколько раз пытался позвать его по имени, но он не ответил. Видимо, он думал, что микрофон на нашем совещании и на его рабочем ноутбуке выключен. Когда он наконец понял свой косяк, он отключил микрофон и позже сказал, что у него были проблемы с микрофоном, поэтому он мог только писать в чате, что сразу показалось мне полным бредом. Когда я проверил его профиль на LinkedIn, он так и не обновил его, не указал, что работает на нашу компанию. Там было указано, что он все еще работает в предыдущей. Примерно через неделю его профиль исчез с LinkedIn. Парень явно заметал следы. Моей компании потребовалось больше полутора лет, чтобы понять, что он все еще работает на старом месте и его наконец уволили. Парень во время ночных смен спал с девушками по вызову и барыжил веществами. Он во всем признался. Мы узнали об этом, потому что ему пришлось отдать кому-то из коллег свой рабочий телефон, а сутенер продолжал оставлять сообщения с требованием денег. Я работал в рекрутинговом агентстве. У нас был кандидат, которого мы готовили к собеседованию. Здоровенный байкер-механник. Не могли с ним связаться, чтобы назначить время встречи. Наконец дозвонились до его девушки, а оказалось, что она его выгнала. Она сообщила, что его уволили с предыдущей работы за то, что он выбросил своего начальника в мусорный бак. Прямо в стиле рестлинга. Я даже немного позавидовал, но все равно добавил его в список не звонить. В нашей компании, работающей в сфере здравоохранения, был один IT-специалист. Он всегда казался немного странным, и в офисе про него постоянно ходили слухи, которые нам приходилось пресекать. Однажды я была в метро, ждала мужа и увидела его. Естественно, я помахала ему, но он побледнел и быстро убежал. Я тогда не поняла, что произошло, и начала беспокоиться о его психическом здоровье, поэтому на следующий день рассказала об этом своей начальнице. Когда я ей все рассказала, она побледнела и сказала мне подождать, после чего вышла из комнаты. Через пару минут в кабинет вошел полицейский и попросил меня снова рассказать, что я видела. Я была в полной растерянности. Оказалось, что утром полиция пришла в наш офис с обыском и забрала его компьютер и телефоны. Его обвинили в хранении видео с несовершеннолетними и в том, что он снимал девушек-подростков снизу на той самой станции метро, где я его встретила. Это все попало в новости. Я была в шоке целую неделю. Коллеги, которым он казался странным, не упускали возможности сказать. А мы же говорили, что он извращенец. Волили парня за продажу низкокачественных DVD с клубничкой. Если коротко, кто-то купил у него DVD на eBay и остался недоволен качеством, поэтому позвонил по номеру, указанному в контактной информации продавца. Он потребовал поговорить с президентом компании. Его перевели на президента компании, и он объяснил, насколько расстроен из-за качества своей клубнички. Парень указал адрес компании и номер телефона, как свои контактные данные продавца. Моя мама работает в местной больнице в отделе кадров и как-то давно рассказала мне эту историю. У них был сотрудник, работавший в отделе обслуживания, который встречался с медсестрой из той же больницы. После того, как они расстались, у парня не было жилья, а у него был доступ ко всему зданию больницы и к внешним объектам. Он продолжал работать, но жил там в свое свободное время. Люди начали замечать, что в местах, где никто не должен спать, появляется ноутбук, одеяло, подушка и импровизированное спальное место в кладовых или неиспользуемых кабинетах. Ему об этом ничего не говорили, но его пришлось уволить после того, как местная полиция арестовала его прямо во время смены на глазах у всех, потому что его бывшая девушка обвинила его в краже ее вещей. Лишь несколько недель спустя, когда он вернулся, чтобы забрать свои вещи, все поняли, что это действительно он жил на территории больницы. Моя мама говорила, что он был хорошим парнем, но это была очень неловкая ситуация. Известная публичная компания в США. Главного юрисконсульта поймали за интимом с ассистентом влиятельного СИО на парковке во время обеденного перерыва. Их застала охрана, патрулирующая территорию. Обоим пришлось зайти в офис, чтобы забрать свои вещи из кабинетов и их уволили на месте. Она выглядела совершенно измученной, но, как я слышал, на выходе сказала, что ни о чем не жалеет, потому что у него был самый потрясающий шланг, который у нее когда-либо был. Оба на тот момент были женаты. Парень запросил письмо от отдела кадров для предоставления своей страховой компании, чтобы подтвердить, что он был на смене в конкретный день и в конкретное время, и, следовательно, не мог быть за рулем, когда его машина попала в аварию. Обычно для таких писем мы предоставляем первое, график работы на этот день, второе, подтверждение времени входа и выхода из системы, и третье, данные о сканировании их пропуска при входе и выходе, чтобы показать, что человек был на смене, отметился и не покидал здание до окончания смены. Оказалось, что в тот день его на самом деле не было на рабочем месте. Когда он понял, что мы действительно проверим информацию перед тем, как что-то подписать, он попытался использовать свой уровень доступа супервайзера, чтобы изменить данные и указать, что он был на смене. Его поймали, потому что система не позволяет изменить собственный график. Когда состоялся неизбежный разговор по типу «Нет, мы не будем помогать тебе в совершении страхового мошенничества, сдавай свой пропуск». Это был единственный раз, когда профсоюзный председатель полностью встал на сторону отдела кадров в вопросе увольнения. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. А с вами или вашими знакомыми случались подобные истории? Обязательно пишите о них в комментариях. Также смотрите наше предыдущее видео, которое вы увидите вот здесь. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова